СОЦИАЛЬНЫЙ Прогресс и социальный регресс 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 СОЦИАЛЬНЫЙ Прогресс СОЦИАЛЬНЫЙ Прогресс СОЦИАЛЬНЫЙ Прогресс СОЦИАЛЬНЫЙ Прогресс СОЦИАЛЬНЫЙ Прогресс и социальный регресс 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 Известно, известно с молодых ногтей, известно с самых детских лет, но дать научное определение, дать соответствующее раскрытие понятия, которое употребляется, это далеко не все могут, которые повторяют. Это касается самых распространенных понятий, например, товар, мало кто знает, мало кто знает, что такое мелкий буржуа, он думает, что это маленький буржуй, а это вообще не буржуй, это мелкий хозяйчик, работающий на рынок, причем работающий сам, со своими средствами производства. И его эксплуатируют перекупщики, потому что он произвел продукцию, скажем, на 8 часов, а выручил денег за нее на 4 часа. Обычное дело, скажем, у нас молоко закупают у сельхозпроизводителей молочные заводы, сельхозпроизводителям дают около двух десятков рублей, а молоко продается по 50 и по 60 рублей за литр и так далее, и главный доход получают владельцы молокозаводов. То есть, если раньше кто думал, что главным производителем молока является корова, то он безнадежно отстал, потому что от коровы много не получишь, а вот от того, что вы владелец молочного завода, получишь гораздо больше, чем от коровы, при одних и тех же затратах. Это касается очень большого круга понятий, поэтому вот на этих понятиях, как прогресс и регресс, нужно остановиться. И самое главное, что нужно понять, что они неразрывно связаны одно с другим. А чем они связаны? Дело в том, что эти понятия, как мы показали в предыдущей лекции, они являются не какими-то особыми явлениями из природы или истории, они являются моментами другого, более общего, единого процесса, противоречивого, который называется развитие. Вот когда мы говорили о социальном развитии и вообще о понятии развития, то речь шла о том, что развитие – это что такое? Это движение низшего к высшему, простого к сложному. Ну какое это развитие, значит, если это движение от низшего к высшему, и низшее отстаивает свои позиции и отнюдь не исходит к исторической или экономической или другой какой-то логической сцены. И то же самое и высшее, а высшее, оно борется за то, чтобы завладеть умами людей, но борется оно усилиями самих людей, разумеется. Поэтому во всяком развитии есть противоречия между низшим и высшим, и поскольку развитие связано, историческое развитие с действиями людей, то оно связано уже с противоположными действиями. А какими? А с противоположными действиями больших масс людей. То есть большие массы людей, одни в основном поддерживают прогресс, а другие в основном поддерживают регресс. А что такое прогресс и что такое регресс? Вот я хочу дать точное определение. Или еще раз повторить, поскольку о них разговор был на прошлой лекции, но у нас сейчас случай особый, мы специально их рассматриваем, поэтому надо снова еще раз вернуться к тому, как определяется. И прогресс и регресс – это не самостоятельные движения, это движение в рамках или в единстве, которое называется развитием. Развитие – это движение низшего к высшему и простого к сложному, но развитие никогда не идет по принципу восхождения по ступенькам, первая ступенька, вторая ступенька, третья. Можно сказать, что не без ступенек, иногда есть такие ступени, как есть ступени развития капитализма. Есть две ступени – капитализм свободной конкуренции и монополитический капитализм или империализм. Точно так же есть две ступени в развитии коммунизма. Коммунизм на своей низшей фазе – это такой коммунизм, который еще только выходит из старого строя и во всех отношениях в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, из которого он вышел. И другой коммунизм – это коммунизм, который уже развился и освободился от разимых пятен и следов капитализма и в экономическом, и в нравственном, и в умственном отношении, и поэтому он представляет собой высшую фазу или высшую ступень, вторую ступень коммунизма. Это тоже плохо усвоено, потому что думают иногда, что при социализме идет строительство коммунизма. Это неверно. Строительство коммунизма идет в переходный от капитализма к коммунизму или что-то же самое от капитализма к социализму в период. А вот при коммунизме в первой фазе идет развитие неполного коммунизма – полный, незрелого коммунизма – зрелый, неспелого коммунизма – спелый и так далее. То есть идет развитие самого коммунизма. Это очень плохо усвоено и было плохо усвоено и в советское время. Хотя, скажем, такие люди, которые являются теоретиками, такие как Сталин, у него в произведениях совершенно однозначно записано, например, выступление, посвященное Конституции, принятию новой Конституции, говорится, что мы имеем уже низшую фазу или первую фазу коммунизма. И в послевоенных выступлениях его тоже говорится о том, что мы находимся в первой низшей фазе коммунизма. Но что касается больших масс людей, в том числе и масс пропагандистов, они по-прежнему повторяют откуда-то взявшийся совершенно неверный лозунг, что идет строительство коммунизма при социализме. Нет, при социализме уже коммунизм построен, теперь надо развивать его, освобождаться от того, что ему противоположно в самом коммунизме, в силу того, что он пока еще недавно вышел из капитализма и не может, так сказать, не нести следов своего выхождения. Вот поэтому, когда мы теперь берем само понятие развития, как движение низшего к высшему или простого к сложному, или иногда говорят движение от низшего к высшему, от простого к сложному, это слово употребление не очень хорошее, но допустимое. Почему? Потому что какой-то третий человек, что ли, идет от низшего к высшему, от простого к сложному, не само это низшее развивается, как простое в сложное, а и кто-то еще, вот какой-то третий субъект глядит за этим процессом, и вот он определяет, куда идет движение низшего к высшему или простого к сложному. Во-первых, само это движение низшего к высшему и простого к сложному не является таким, которое является движением храповика. Наверное, знаете, храповик – это почти такой кружок, похожий на шестеренку, но вот вправо он поворачивается, а обратно – нет. То есть он вот со щелчками, так сказать, может поворачиваться только в одну сторону. Разве можно такое сказать про соотношение движения вперед и движения назад в развитии? Развитие – это процесс борьбы высшего с низшим, но если высшее борется с низшим, я думаю, можно догадаться, даже тем, кто никакой диалектики не изучал, что если вы боретесь с низшим, то низшее борется с вами. Вот вам пример с этой самой коронавирусной инфекцией. Что выше – человек, человечество или какой-то вирус, который распространяется по миру? Ясное дело, человек выше. Но если человек борется с коронавирусной инфекцией, это о чем говорит? О том, что коронавирусная инфекция борется сейчас с человечеством. И от того, как поведет себя человечество, зависит, кто кого поборет. Поэтому никогда не надо представлять себе движение вперед, как борьбу только высшего с низшим. Как будто бы нет в это время борьбы низшего с высшим. А раз имеет место борьба низшего с высшим, как только кто-то об этом забудет, или в теории, или практически забудет, как бы забудет о том, что он увлечен борьбой высшего с низшим, и не предполагает, что низшее тоже проводит свои атаки против высшего и борется с ним. И он, может быть, жертвует победой этого низшего над высшим. Можно сказать, если говорить на таком очень общем уровне, что то, что произошло с СССР, это итог борьбы низшего с высшим, при том, что основная масса не только трудящихся, так сказать, которые занимаются производством хлеба, молока, мяса и так далее, и работают на фабриках и заводах, производят все, что необходимо, и одежда, и дома, и машины, и прочее. А это и в головах идеологических работников. У нас вот сейчас идет наступление, так сказать, дальнейшее развитие социализма. Хорошо, развитие социализма идет. А если идет развитие социализма, идет борьба против социализма, как вы считаете? Вот более глубокое исследование этого вопроса, какая борьба идет при социализме, вот была темой моей докторской диссертации, которая, можно сказать, с большим трудом проходила. Вот, и после защиты здесь, в Институте философии, которая довольно короткой была и успешной, вопрос рассматривался в высшей аттестационной комиссии, куда я ездил в Москву и делал доклад, где голоса разделились пополам, одни были за эту диссертацию, и другие за то, что ее утвердить, другие были против. А кончилось тем, что приняли Соломоново решение выкинуть мою диссертацию не вообще, а в Институт философии. Академии наук СССР. И вот я, поскольку защита-то была в 1987 году, а в 1988 году я приехал в Москву и неделю готовился к тому, чтобы выступать и защищаться в Институте философии Академии наук СССР. Если еще прибавить к тому, что я по образованию не философ, а математик, и ни одного дня не учился на философском факультете, и не был ни одного дня в аспирантуре, ни в какой, и не был в докторантуре, а просто написал диссертацию и представил ее, то надо сказать, во-первых, большую благодарность Институту философии и его ученому совету, который практически единогласно проголосовал за мою диссертацию. Ну и такому принципу рассмотрения, когда те органы, которые занимались аттестацией, относились к этому довольно щепетильно, и не просто отбрасывали по формальным причинам, а разбирались. В Институте философии должны были рассмотреть тот же текст диссертации, только с одним ограничением, поменять надо всех оппонентов. Вот и все оппоненты стали другими, одним из оппонентов был Ричард Иванович Косолапов, который до этого был главным редактором журнала «Коммунист». И вот это собрание в Институте философии приняло решение о том, что диссертация соответствует требованиям необходимым большинством, две трети голосов, я даже не знаю, был ли кто-нибудь против, во всяком случае Институт философии Академии наук утвердил. Но моя подготовка состояла в том, что я вот эту неделю, поскольку рядом, где вот сейчас храм Христа Спасителя, был бассейн «Москва» с теплой водой, и я каждый день в нем плавал, физически подготовился к этому серьезному мероприятию и сохранил свою физическую форму на таком необычном испытании, которое мне предстояло. Вот так в чем дело? Почему такие тут были проблемы? А проблемы были связаны даже уже с тем, что большое движение прошло к тому времени, к тому времени, когда защищался в 88-м году в Институте философии. Движение состояло в том, что постепенно вытеснялись элементы коммунистические, основы подрывались коммунистические, и все больше на первое место выходили товарные, рыночные и другие прочие капиталистические элементы. Поэтому это движение проходило так непросто. Достаточно сказать, что в тот же день, когда рассматривалась моя диссертация, было принято решение о ликвидации сектора научного коммунизма Института философии Академии наук СССР. Поэтому так получилось, что я последний в СССР доктор наук, который защитился по специальности 09002, теория научного коммунизма. И когда иногда мне предлагают сейчас войти в какой-нибудь докторский совет, я говорю, а вы знаете, какая у меня специальность? Какая? 09002. А что это такое? А это теория научного коммунизма. Вы подумаете, нужно вам в вашем совете иметь доктора наук по такой специальности? Ну и как-то после этого такое желание меня включать в докторский совет в нынешнее совсем не коммунистическое время как-то отпадает. Вот такая была история. Но это связано, конечно, не только с историей нашей страны, а и с непониманием того, какие противоречия были в самом социализме и какие, соответственно, были противоположные тенденции. До сих пор некоторые товарищи думают, что при социализме не было негативных тенденций, поскольку не было антагонистических классов. Что значит ликвидация антагонистических классов в переходный период к социализму? Это значит, что больше буржуазий нет. Это раз. Во-вторых, мелкая частная собственность тоже по существу, как уклад, ликвидирована. Почему? А потому что прошло кооперирование сельского хозяйства, и в сельском хозяйстве теперь господствует либо государственное производство сельскохозяйственное, это в совхозах, либо крупное и тоже социалистическое производство в колхозах, в коллективных хозяйствах. И колхоз превратился, благодаря той политике и тем условиям, которые были созданы социалистическим государством, превратился не в большой частнокапиталистический сектор, скажем, который представлял бы собой сельскохозяйственного монополиста. Нет, он превратился в форму общественной собственности. А что значит форму общественной собственности? Это значит, что его производство подчинялось общественным интересам. А как это так случилось? Само ведь ничего не бывает. Особенно если касается такой задачи, как подчинить все сельскохозяйственное производство общественным интересам. То есть, если есть подчинение общественным интересам производства, значит, есть общественная собственность. А если нет, да что угодно может быть написано на воротах предприятия или завода, или колхоза, что он там за коммунизм, путь Ленина, Большевик и так далее Это ничего не означает Важно, подчиняется ли производство Общественным интересам или нет Вот это экономическое содержание Общественные собственности Если не брать экономическое содержание, а брать название То человек никогда ничего не поймет И никогда ничему не научится А как обеспечилось подчинение Производство общественным интересам Это узнать можно Но сложно В том смысле, что если вы будете Всякие учебники на эту тему читать И исторические, вы ничего не узнаете Об этом не пишут, потому что не понимают сами. А вот у Сталина это можно прочитать, если вы будете читать с работы Сталина соответствующего периода. Он объясняет, что каким образом обеспечивается подчинение коллективного хозяйства, которым является колхоз, общественным интересам. Во-первых, создание колхозов было связано с определенными действиями государства, а именно. Во-первых, сначала были созданы совхозы, как целая сеть, которая опоясала всю территорию страны. То есть в каждой области и в каждом районе были советские хозяйства. То есть государственные хозяйства, государственные предприятия, на которых работали не колхозники, а рабочие совхозы. Вот эти рабочие совхозы производили сельскохозяйственную продукцию, ту самую, которую производили обычные крестьяне. Молоко, мясо, зерно и так далее, свеклу. И вот в них имелись политотделы, которые обеспечивали государственное и партийное влияние в деревне. И тем самым в деревне появился рабочий класс. Везде представители рабочего класса, которые входили в состав рабочих совхозов. Теперь, если поставить вопрос, а какие собственно средства производства имелись в собственности коллективных хозяйств, колхозов. На этот вопрос Сталин отвечает так, что основные средства производства были не у колхозов, а у государства. А что это за основные? Это, во-первых, земля. Земля ведь находилась и находится в государственной собственности как важнейшее средство производства в сельском хозяйстве. Это первое. Второе. Машины. Все сложные машины, маломальские. Это трактора, это комбайны, это селки, это вилки. Это лучильники. Это необходимые для производства продукции бороны и прочее. Все это было прежде всего в собственности государства. Какие-то элементы этого были в колхозах, но в основном эти средства производства находились в руках государства. Поэтому отношение между государством и колхозами строилось на таком принципе. Колхозы передают сельскохозяйственную продукцию государству в лице машинно-тракторных станций. В лице машинно-тракторных станций это были полпреды государства в общении с колхозами. Потому что это была единая сеть. Не какие-то отдельные станции, где просто ремонтировали машины и их налаживали. А это государственные посты. Это по существу посланники государства для решения вопроса о том, чтобы подчинить сельскохозяйственное производство общественным интересам. То есть все трудоемкие работы в сельском хозяйстве осуществлялись государством. Машинно-тракторными станциями. А кто работал в машинно-тракторных станциях государственных? Рабочие этих машинно-тракторных станций. Вот смотрите, рабочие, во-первых, были в совхозах, во-вторых, рабочие в машинно-тракторных станциях. То есть рабочий класс пришел в деревню осуществлять социалистическую революцию. И социалистическая революция в деревне проходила, начиная с 1928 года. При этом товарищ Сталин объяснял, почему нельзя было раньше провести коллективизацию. Потому что мы не могли просто взять и начать соединять бедняков и середняков в колхозы. Потому что бедняки и середняки, если бы они соединили свои средства производства, какие у них были, они были бы все вместе слабее, чем кулаки. Кулаки имели в своих руках уже машины сельскохозяйственные, племенной скот, там мельницы и так далее. А что бедняки и середняки? От того, что вы их соберете, этих бедняков и середняков, они крупным сельскохозяйственным производителем не станут. И в смысле производства, и в смысле объемов даже. Потому что они вот только для себя могут производить. А вот когда у нас появилось 200 тысяч тракторов, и пока не появилось 200 тысяч тракторов, ни о какой коллективизации, как в таком процессе, который бы был не единичным, ну никто ведь не запрещает колхозникам, то есть крестьянам собираться и объединяться в коллективные хозяйства. Такие единичные, или, так сказать, такие, которые исчисляются десятками или даже сотнями, ну могли быть в течение периода после 17-го года. Но как массовое явление, как переход от частного сельскохозяйственного производства к колхозам, это вообще не имело места. Это стало иметь место только тогда, когда у государства появилось 200 тысяч тракторов. А как могло быть у государства 200 тысяч тракторов? А вот так, что нужно было сначала создать промышленность по выпуску тракторов, комбайнов и других сложных сельскохозяйственных орудий. И пока индустриализация не решила эту проблему, индустриализация, которая начала осуществляться сразу после появления государственного сектора экономики, пока индустриализация не решила проблему производства сельскохозяйственных машин и орудий сложных, причем пока это не было сделано в достаточно больших объемах, и пока не создана была база и для расширения этих объемов, для увеличения производства. Поэтому, когда появилось 200 тысяч тракторов, на этом все не остановилось. Потом производство машин сельскохозяйственных стало нарастать в государственных предприятиях. Вот тогда можно уже было потягаться с кулаком. Вот тогда можно было создавать колхозы, и тогда эти колхозы государство освободило от тех, кто туда вошел, от всяких долгов, недоимок. Просто все долги им были, которые они имели перед государством, прощены. То есть они сняли, государственные органы сняли с колхозников все, так сказать, какие-то финансовые проблемы, которые у них были перед государством. И всячески оказывали им помощь, освободили от налогов на два года и так далее, для становления этих самых коллективных хозяйств. И тогда, вот в единстве с машино-тракторами и станциями, вот эти самые колхозники могли потягаться. Вот только тогда появилась такая другая форма общественной собственности, кооперативно-колхозная, причислялась через, так сказать, те продукты, которые, с помощью которых колхозы расплачивались за выполненные сельскохозяйственные работы. То есть натур оплаты. Вот на чем была основана смычка государственных предприятий или государства государственной собственности с кооперативно-колхозной собственностью. Ибо у нас не было общественной собственности, как бы лишенной какой-то специфической формы. Одна часть экономики находилась в государственной собственности, другая часть экономики – кооперативно-колхозная собственность. И на самом деле у нас было не две общественных собственности, когда иногда пишут и совсем неправильно пишут государственные и общенародные. Нет. У нас была одна общественная собственность, то есть собственность одного общества, всего общества, общества как целого, но в двух формах – государственной и кооперативно-колхозной. Вот это позволило осуществить мощный рывок уже не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, обеспечить промышленность и продовольствием, и сырьем для производства соответствующей продукции. И в этом смысле, благодаря тому, что в середине 30-х годов процесс создания общественной собственности был завершен, мы вступили в первую фазу коммунизма, или можно сказать коммунизм в Советском Союзе был построен в середине 30-х годов. А какой он мог быть построен? Только коммунизм в низшей фазе. А если это коммунизм в низшей фазе, то он во всех отношениях носит отпечаток того общества, из которого он вышел. И вот те противоречия, которые с этим связаны, мне пришлось исследовать своей докторской, и эти исследования привели меня к следующим выводам тому, в каких противоречиях развивается социализм. Во-первых, это противоречие между его коммунистической природой и отрицанием этого коммунизма, связанным с выхождением из капитализма. Это значит, что при социализме есть одна тенденция, которая есть тенденция движения неполного коммунизма в полный коммунизм, незрелого коммунизма – зрелый коммунизм, неспелого – спелый, неразвитого – развитый. Есть противоположная тенденция движения вспять вот этого самого коммунизма, незрелого – еще менее зрелый, неразвитого – еще менее спелый, неразвитого – еще менее развитый и так далее. То есть есть противоположные тенденции. Вот тут-то мы уже на практике могли убедиться в том, что при социализме в первой фазе коммунизма действуют прямо противоположные тенденции. Одна тенденция – движение к дальнейшему развитию коммунизма, а вторая – движение вспять и перехода его в переходный период. Только уже в переходный не от капитализма к социализму, а от социализма к капитализму. Вот эти обе тенденции надо зафиксировать. Тенденция движения вперед в рамках развития называется прогрессом. В данном случае речь идет о прогрессе в развитии общества, поэтому это социальный прогресс. А тенденция движения вспять от высшего в развитии общества к низшему – это тенденция реакционная, это тенденция регрессивная. И называется она регресс. Хочу сказать, что по отношению к явлениям общественным, кроме слова регресс, можно говорить реакция. Это синонимы. Но по отношению к явлениям физическим, вы не можете уже говорить реакции, там нужно говорить только о регрессе. Если речь идет о размораживании какого-нибудь мяса, то прогрессом будет повышение температуры. А если речь идет об обратном процессе, о замораживании этого же самого мяса, то это будет регресс. Но называть это реакцией нельзя. Поэтому если вы положили мясо в холодильник, и оно у вас там замораживается, это не значит, что будет регресс. Вот если оно у вас будет лежать не в холодильнике, то тут может получиться регресс, потому что оно может испортиться из-за того, что температура достаточно низкая. То есть понятие регресса и прогресса, они, строго говоря, если они употребляются отдельно, да и даже когда они употребляются отдельно, все равно они в себе содержат и свой противоположный момент. Потому что регресс – это не есть некое самостоятельное понятие, это момент в развитии. А прогресс – это тоже не некое самостоятельное понятие, а момент в развитии. Если мы говорим о прогрессе, значит предполагаем, что есть регресс. И наряду с движением вперед, на котором мы акцентируем внимание, есть движение вспять, на котором мы, когда говорим о прогрессе, не акцентируем внимание, но подразумеваем или должны подразумевать. Когда мы говорим регресс, значит мы речь ведем об отступлении того, что мы достигли, или отступлении в том, что достигнуто в обществе. И тогда предполагается прогресс, хотя о нем речь прямо не стоит, а говорится только о регрессе. Но чтобы был регресс, надо, чтобы был какой-то прогресс. То есть понятие прогресс и регресс – это моменты единого движения, которые называются социальным развитием. Социальное развитие включает в себя два противоположных момента – социальный прогресс и социальный регресс. И применительно к социализму какой вывод получается, что при социализме действуют две противоположные тенденции. Тенденция перехода социализма в полный коммунизм и противоположные тенденции – тенденция разрушения коммунизма, как и неполного даже коммунизма, и перехода обратно в капитализм. И вот эти обе тенденции имеют место. Диссертация моя защищалась в 1987 году, утверждена в 1988. И что касается такого большого общественного звучания, то тогда исследование, которое противостояло концепции развитого социализма и являлось прямым оповержением этой концепции развитого социализма, которая убивала всякую мысль в Советском Союзе, убивала всякую диалекцию, понимание диалексики в Советском Союзе, то, естественно, тогда этого такого большого развития звучания не получило, хотя у меня была издана книга «Планомерное разрешение противоречий о развитии социализма как первой фазы коммунизма» в Ленинградском государственном университете в издательстве ЛГУ в 1986 году. А выход ее планировался в 1985, и была очень большая борьба в самом издательстве университета и попытки ее затормозить, но в итоге удалось преодолеть эти попытки при поддержке старших товарищей, и в итоге это было опубликовано. И спрашивается, откуда, так сказать, в чем выражаются противоположные тенденции, скажем, регресса или реакции. Здесь есть общественные отношения, значит, надо о реакции говорить. Почему тут, где тут реакционность, если мы имеем дело с коммунизмом в первой фазе, с социально-однородным обществом. Нет же ведь тут противоположных классов. Противоположных классов нет, но здесь есть противоречия в интересах каждого трудящего социалистического общества. Вот все трудящиеся заинтересованы в развитии коммунизма, или в развитии неполного коммунизма, в полный коммунизм. И рабочие, и крестьяне, колхозники, и интеллигенция. Ну, в разной степени самым заинтересованным является рабочий класс. Но они заинтересованы, каждый трудящийся при этом, заинтересован не только в том, чтобы увеличить общий государственный пирог или общественный пирог, а и в том, чтобы получить меньшую долю, не простите, большую долю меньшего пирога. При этом это относится к кому? А ко всем. Вот каждый имеет такие интересы противоположные, и в его системе интересов имеется интерес движения вперед и интерес движения назад. То есть каждый человек для себя должен как-то преодолевать это противоречие, разрешать его. И далеко не все разрешают это противоречие в пользу общественных интересов. А некоторые разрешают это противоречие в пользу побочных и семинутных. Вот эта проблема, когда во главу угла хорошие люди, даже члены партии, ставят не общественные интересы, не долговременные коренные интересы, класса, рабочего класса, а именно это требовалось от социалистических трудящихся, потому что рабочий класс выражает коренные интересы и колхозного крестьянства, и интеллигенции, поэтому стоять надо на позициях рабочего класса всем, а не только рабочему классу. Так вот, есть такое понятие в науке, которое называется оппортунизм. Вот Ленин писал по поводу этого понятия, что напрасно у нас, считает это слово просто бранью, а оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее, он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – поддатливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным. Вот это принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным, и это относится не только к политической сфере, а это относится вообще к любой сфере, прежде всего экономической. Если кто-то решает вопросы о том, какую получить долю общественного богатства, то он решает ее так. Значит, с ростом общественного богатства я получу больше. Почему? Потому что общественные фонды вырастут, тем более, что через общественные фонды при социализме поступало работникам примерно 52% благ всех. А кроме общественных фондов есть фонд распределения по труду. Фонд распределения по труду, из него поступало 48% благ. Но можно же решать вопрос не в пользу увеличения общего богатства этого всего фонда, а в пользу увеличения своей доли. Это другой интерес, это другое изменение, другое действие в жизни социалистического работника. И вообще экономические интересы связаны не вообще с ферсонами, а они связаны с действиями. Потому что экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им в силу этого положения объективно выгодно и в какой мере. Или что улучшает их положение экономическое в данной системе, а что ухудшает и в какой мере. То есть с каждым экономическим действием или с каждым экономическим изменением связан какой-нибудь интерес. Поэтому весь вопрос в том, будет ли обеспечен приоритет общественных интересов в разрешении этого противоречия, раз интересы каждого трудящегося противоречивы. Не интересы, сталкивающиеся между интересами рабочих, колхозников или интеллигенции. Не этот вопрос был тут главным уже, потому что нет антагонистических классов. А главный вопрос был в том, что вот есть интересы движения в сторону общественного развития, а есть интересы, которые толкают к подрыву этого самого движения. Вот оппортунистические, можно сказать, позиции, оппортунистические действия, связанные с этими интересами. И вот это противоречие, если оно будет разрешаться по принципу приоритета общественных интересов, дает продолжение движения к полному коммунизму. А если оно будет разрешаться по принципу приоритета каких-то частных, особых, не общественных интересов, оно будет толкать вспять. И если этого противоречия не видеть, то это значит быть слепым на один глаз. Вот движение вперед я вижу, а движение назад я не вижу, потому что движение вперед у меня, так сказать, правый глаз смотрит, а движение назад левое, а левое или я закрыл, или затмил каким-то образом, и тем самым не могу этого увидеть. Вот надо сказать, что и теоретически большинство, в том числе и большинство идеологических работников, и большинство партий были настроены на известное головокружение от успехов, которое не только в сельском хозяйстве было, но и в целом было распространено и в партии, и в обществе. Дескать, ура, антигонистических классов нету, вся борьба почти, уже главная борьба позади, хотя на самом деле впереди была борьба с попытками дать обществу поменьше и похуже, и взять у него побольше и получше. Об этом Ленин говорит, сколько таких рабочих мы пригвозили к позорному столбу, которые хотят дать обществу поменьше и похуже, и взять это общество побольше и получше. То есть это было и при Ленине, это было и при Сталине, это, естественно, продолжалось и тогда, когда вообще об этом не писали и не говорили, а наоборот писали и говорили о развитом социализме, о развитии вперед, о восхождении по ступеням, как будто бы и тут нет противоречий, как будто нет никакой диалектики, потому что вот те люди, которые этим процессом управляли, в том числе и высшие руководители, начиная с Хрущева, они диалектику учили не по Гегелю. То есть не учили диалектику, то есть не знали. То есть хотели без теории развития, благодаря движению по ступеням политической иерархии, выйти на высший уровень, и вот эта бедность, которая такая теоретическая бедность, идеологическая бедность особенно ярко проявляла себя и в отношении действий и высказываний Хрущева, и в отношении высказываний и действий Горбачева. Ну, это же глупость говорить о некой перестройке. Дескать, давайте и допрашивать людей, а вы за перестройку или нет. Ну, перестройка там разная бывает. Вот у нас есть на Исаакиевской площади сейчас выставочный зал, а это раньше была конюшня царская. Так можно, выходит, перестроить конюшню в выставочный зал, говорит, дворец, а можно дворец обратно перестроить в конюшню. Так вот, если просто люди за перестройку, они даже не понимают, что они перестраивают могучий Советский Союз в скопище маленьких, слабых, слабых капиталистических государств. Потом, наверное, все знают, что Кремль в Москве не сразу строился. Сначала был построен деревянный Кремль, а потом он был перестроен и стал каменным. Так вот, за такую перестройку можно выступать, за перестройку чего-то временного, приходящего в более серьезное или неприходящее, и в более глубокое, и в более высокое, и в более красивое. Потому что он является украшением не только Москвы, а украшением архитектуры нашей земли, которая есть на нашей земле, потому что таков лик московского Кремля. Поэтому перестройка, перестройка родни, весь направление. А вот пустая болтовня о перестройке, она забивала людям головы, и люди, к сожалению, их повторяли за этим. А на самом деле идет борьба, одна борьба, или одна тенденция. Это тенденция борьбы за подчинение производству общественным интересам, а другая – это за подчинение производству каким-то особым интересам. Но главным, если это коммунизм, и в первой фазе, если он хоть и в первой фазе, но коммунизм, значит, борьба за перерастание социализма в полных войне, борьба за приоритет общественных интересов – это главное и основное. Это основное в экономике социалистического общества. Поэтому наше производство непосредственно обмена с кем-то, а непосредственно является общественным производством. Оно у нас не товарное, а непосредственно общественное. И наоборот, была другая тенденция в экономической литературе и в политэкономии, что наше производство является товарным. На самом деле это такая теория, которая толкала в пользу движения назад, вспять в сторону товарного хозяйства. А что такое капитализм? Капитализм – это товарное хозяйство на такой стадии его развития, когда и рабочая сила является товаром. К сожалению, и даже у руководителей такой полной ясности в этом не было, потому что если вы возьмете работу Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», в ней блестяще сказано о том, что такое средства производства при социализме, что они средствами производства являются непосредственно общественными, что они не являются товарами ни в коей мере, что здесь эта старая форма, товарная, денежная, она применяется для совершенно другого содержания. И надо сказать, что вот это то, что Сталин относил к средствам производства, которые решающую роль играли вообще в производстве в целом, а это определяет вообще характер самого производства, как нетоварного, непосредственно общественного. Но и, следовательно, это относится и к предметам потребления. К сожалению, вот у Сталина недостаточно последовательно эта линия проведена, потому что вот предмет употребления, писал Сталин, это товар. То есть у него, так сказать, было противоречие в самом понимании производства при социализме. А что такое товар? Товар – это продукт, производимый для обмена. Если государство производит товар, значит оно обменивает его на другой товар. А какой товар есть у того, с кем обменивается государство? У работника социалистического общества. Но если это иметь в виду те предметы потребления, которые он получил от государства, то это товар, то в обмен он должен что-то давать. А что он может дать в обмен? Значит, те бумажки, которые он получил от государства в виде заработной платы или рабочие квитанции, как их называли Маркс и Энгельс, и это подчеркивал Ричард Иванович Косолапов в своих экономических работах, что смысл этой рабочей квитанции, они говорят о доле, которую он имеет, работник в фонде распределения по труду. И он их получил, и он же отнес их в государственный магазин. То есть эти бумажки совершили круговое движение, или возвратно-поступательное, или поступательно-возвратное, и вернулись снова к государству. И вытолкнули, что? Вытолкнули они тот продукт, который перешел работнику. Где тут обмена? Здесь никакого нет обмена. А если считать, что это обмен, тогда выходит, что работник продает рабочую силу. Тогда, раз это товарное хозяйство, при котором рабочая сила – товар, то это определение капитализма. Поэтому вот те люди, которые нажимали на вот эти высказывания Сталина, они по существу поддерживали движение назад к товарному хозяйству, к капитализму. А те люди, которые поддерживали те высказывания Сталина, которые относятся к средствам производства, и к тому, что это непосредственно общественное производство, что это не товарное хозяйство, они, естественно, выступали за дальнейшее развитие социалистического производства. А то, что сделали такие люди, как Хрущев и Горбачев, они здесь совершили поворот от непосредственно общественного производства к товарному и разрешили противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью в пользу момента товарности. И тогда производство в целом стало товарным, а, следовательно, движение к удовлетворению наушного общества стало лишь подчиненным моментом. А, следовательно, рабочая сила на самом деле тогда стала товаром, и, так сказать, на этой волне снова вернулся капитализм. Причем это было сделано, подготовлено еще Хрущевым путем уничтожения системы машино-тракторных станций, о которых я говорил, потому что машино-тракторные станции были просто ликвидированы, и ликвидировано было и средство превращения сельскохозяйственного производства в общественное производство, в производство для удовлетворения нужд общества, непосредственно общественное производство. И эти станции превратились просто в организации колхозов. То есть колхозам навязали покупку, приобретение машин сельскохозяйственных, которые были в машино-тракторных станциях. Машино-тракторные станции разорили, и это было сделано буквально в следующем году после 20-го съезда, после того, как Хрущев со своим клеветническим докладом выступил против Сталина и началось разрушение того, что в период, за который отвечал товарищ Сталин, стало разрушаться, или стало полномерно разрушаться с подачей верхушки уже ревизионистского партийного руководства с позиции изменников дела, делу коммунизма, главным из которых был Хрущев, а все последующие продолжали эту линию вплоть до Горбачева и Ельцина и привели в конце концов нас к капитализму. Второе, что было сделано еще Хрущевым, еще до 61-го года, до 22-го съезда, до изменения вообще самой программы и выкидывания оттуда и цели производства, обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития, выкидывания положения о том, что рабочий класс осуществляет свою диктатуру до полного уничтожения классов. И вот уже когда было разрушено централизованное управление и осуществился переход к управлению через сонархозы, можно сказать, что государство потеряло по существу управление, поскольку оно оказалось на той стадии управления, которое было еще при Ленине. А при Ленине был социализм или нет? Не было социализма при Ленине. То есть уничтожение всей системы полномерного подчинения производству общественным интересам через уничтожение централизованных министерств и специалистов по подчинению производству общественным интересам привело к тому, что производство перестало носить непосредственно общественный характер, а экономическая реформа 1965 года довершила этот процесс, поскольку вместо тех показателей, которые толкали, так сказать, и направляли производство предприятий на удовлетворение нужд общества, это прежде всего номенклатура продукции, это себестоимость, то есть снижение затрат труда, снижение себестоимости и производительность труда. Это то же самое снижение затрат, но выраженное непосредственно в снижении трудоемкости. Вот вместо этих показателей появились показатели, которые все сводились к росту прибыли. Объем прибыли стал фондообразующим показателем 1965 года, объем или величина рентабельности, то есть отношение к прибыли, к величине производственных фондов. И объем реализации, то есть выпуск продукции выраженный не в штуках, не в весах, не в других потребительских единицах, а в деньгах. Чем дороже продукция, тем больше будет объем реализации. И все было сориентировано на увеличение, не на снижение затрат, не на повышение производительности труда, а на повышение расходов на стоимость. И тогда наше производство стало уже товарным. Вот производство стало товарным, а затем осталось только создать такой товар, как рабочая сила, вполне упрощить его, что было сделано с помощью так называемого кооперативного движения, которое продвигал у нас прежде всего Собчак. Он создал первые два кооператива юридических для того, чтобы изымать деньги с тех, кто судится, а потом проталкивал закон о кооперативах, против которого заведующий нашей кафедры, на которой я работал Игорь Константинович Семернов, кафедры политэкономии института повышения квалификации нашего университета, и я тоже выступал, и другие экономисты ленинградские, все дружно выступали, когда обсуждался вопрос об этом законе о кооперативах у нас в ИПК, и были приглашены юристы, они сидели в зале во главе с Собчаком и дружно выступали за закон о кооперативах. Вот тогда, можно сказать, по второму каналу ленинградского телевидения этот материал был показан, в этом показе однозначно критиковалось это движение через кооперативы по существу к капитализму, потому что когда был принят закон о кооперативах, там в нем было написано так, чтобы было понятно каждому, что вот есть члены кооператива, и есть работники кооператива, наемные. Так вот, члены кооператива – это члены акционерного общества по существу, а наемные работники этого так называемого кооператива – это обычные рабочие пролетарии, и тем самым через закон о кооперативах началось разрушение всех государственных предприятий, поскольку государственные предприятия прямо на этих предприятиях руководители создавали эти же самые кооперативы, использовали государственные средства производства не для производства продукции в общественных интересах, а для личного обогащения. И процесс превращения социализма в капитализм пошел семимильными шагами. Поэтому, обратите внимание, вопрос о прогрессии и регрессии здесь свелся к противоречию между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, которая не образовывала какого-то производства, она была просто отрицательным моментом самого этого непосредственно общественного целого, непосредственно общественного производства. И две тенденции были в этом непосредственно общественном производстве. Одна тенденция к дальнейшему усилению непосредственно общественного характера производства, а другая тенденция, прямо противоположная, тенденция к ослаблению непосредственно общественного характера производства и к усилению момента товарности. А когда момент товарности после реформы 1965 года, в целое, тогда непосредственно общественный характер производства перестал быть характером и стал лишь моментом товарного хозяйства. И товарное хозяйство стало превращаться быстро в товарно-капиталистическое хозяйство, и реставрация капитализма пошла быстрым ходом. А как разрешать правильно противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью? Разрешать это противоречие надо по линии приоритета общественных экономических интересов, которые обеспечивают движение в сторону усиления непосредственно общественного производства и ослабления товарности. Приоритет общественных экономических интересов. То есть мало знать, что есть противоречия. Мало знать, что есть одна тенденция прогрессивная к развитию и усилению непосредственно общественного производства, а другая негативная, то есть к развитию товарности. Надо еще и разрешать в пользу непосредственно общественного производства и бороться с движением в сторону товарности. И вот в этой борьбе, к сожалению, победила уже в 60-х годах, победила точка зрения движения вспять. А с этим уже связано было и дальнейшее движение, и разрешение противоречий других в противоположном направлении. Поскольку общественные интересы – это вот то, вокруг чего должно складываться единство социалистического общества, то очень важно понять, что пока еще классы полностью не уничтожены. Поэтому общественные интересы, они не висят где-то над классами и слоями, а они являются интересами того класса, который наиболее полно и последовательно заинтересован в социалистическом развитии, в развитии социализма и в перерастании его в полный коммунизм. Таким классом является рабочий класс, который должен осуществлять свою диктатуру вплоть до полного уничтожения классов. А для полного уничтожения классов, писал Ленин в «Великом почине», необходимо уничтожить различия между городом и деревней и людьми физического, и людьми умственного труда. Иногда вот говорят неправильно, между умственным и физическим трудом. Между умственным и физическим трудом никак нельзя уничтожить противоположность, потому что умственный труд направлен на преобразование форм общественного сознания, а физический труд непосредственно направлен на производство материальных благ. Поэтому вот между людьми умственного и между людьми физического труда преодолеть можно различия, если свободное время в деятельности каждого работника будет превышать его рабочее время. Тогда вопрос о том, кто вы, так сказать, интеллигент или рабочий, будет больше определяться не вашим рабочим временем, а вашим свободным временем, тем, что вы делаете в свободное время. А это значит, что определяющим является уже не рабочее время, значит, не ваше положение в производстве, а ваше положение в производстве теперь таково, что у всех работников свободное время является основным. А деятельность в производстве является уже не основным. Вот такая ситуация. Это противоречие разрешается благодаря борьбе за приоритет интересов рабочего класса, потому что общественные интересы – это интересы рабочего класса, самого передового класса всей эпохи перерастания социализма или полный коммунизма и перехода от капитализма к коммунизму. Отсюда следует, что в социалистической экономике есть класс-субъект управления этой экономикой и его обществом. Таким классом является рабочий класс. Вот то, что произошло в 1961 году на 22-м съезде, когда правящая партия, правящая, то есть решение которой превращается в государственное решение, а государственное решение – это обязательное для исполнения, а обязательность предполагает государственное принуждение к тем, кто не выполняет эти решения. Вот то, что произошло в 1961 году, является настоящей контрреволюцией, потому что вместо диктатуры пролетариата была установлена тем самым диктатура буржуазии. А где буржуазия? А вот тот государственный аппарат, который осуществлял теперь не интересы рабочего класса, а другие, превратился в такой конгломерат, некую монополию, которая действует не в интересах рабочего класса, а соответственно не в интересах уже и трудовой интеллигенции, и колхозного крестьянства, а в интересах вот этой монополии, которой очерчен был государственный сектор. Государственный сектор. А кроме государственного сектора был еще и кооперативно-колхозный. А кооперативно-колхозный сектор являлся формой общественной собственности только при условии, когда государство было государством рабочего класса. Тогда и деятельность машинно-фракторных станций была направлена на то, чтобы превратить сельскохозяйственное производство в разновидность производства, основанного на общественной собственности. Поэтому сельскохозяйственное производство, кооперативно-колхозное, стало рассыпаться на отдельные капиталистические предприятия, в которых капиталистами стали их бывшие руководители, председатели колхозов. И вот в результате этой операции, которая произошла в 1961 году по уничтожению диктатуры Петрято у нас, в экономике появилось, по сути дела, два сектора. Один сектор монополистический, государственно-монополистический, который внутри себя стал потом дальше продолжать уничтожение всякой планомерности. Вы знаете, что у нас были пятилетние годовые планы, потом были уничтожены пятилетние годовые планы. И нынешние государственные предприятия представляют собой отдельные государственные предприятия в рыночном море. Причем это рыночное море плещется и в рамках государственного сектора, и выплескивается в целом в экономику, в том числе и в мировую. И частные предприятия, принадлежащие бывшим председателям колхозов, а теперь, наверное, и детям этих председателей колхозов. И частные предприятия, большой частнокапиталистический сектор в сельском хозяйстве. Значит, дальнейшее движение было таким образом, что из государственного сектора выделились отдельные капиталисты путем приватизации. А приватизацию осуществляли такие граждане, враги социализма, враги нашего народа, как Чубайс. И когда удивляется, откуда так много раньше было врагов народа. Судя по тому, сколько сейчас врагов народа, которые выступают против трудящихся, против социализма, за капитализм, то тогда вот то число врагов народа, которые нашли, оно, видимо, явно меньше, чем их было на самом деле. А наказано еще меньше этих врагов народа. Так вот, такой враг народа, как Чубайс, вместе с другим врагом народа, который назывался Гайдаром, а этот Гайдар, будучи внуком замечательного советского писателя Аркадия Гайдара, этот Гайдар был сначала заведовал экономическим отделом в журнале «Коммунист», был заведовал экономическим отделом в газете «Правда», то есть он был, можно сказать, партийным молоком вскормлен, воспитан и так далее. Он тоже был главным действующим лесом в осуществлении капиталистической приватизации. Поэтому вот он второй враг народа, наиболее опасный и вредный. Хотя еще более вредными и опасными были те люди, которые изменили дело рабочего класса, не на постах вот такие, как у Гайдара и Чубайса. Ну, Чубайс был такой серый доцент инженерно-экономического института в Ленинграде, а Гайдар, ну, сидел там в этих газетах, но он не на первых же ролях был, а на первых ролях были такие, как Хрущев, такие, как Горбачев, такие, как Брежнев, потому что при Брежневе вот эта появилась концепция развитого социализма, враждебная вообще самому социализму, и те, кто ее создавали, конечно, враги народа, враги трудящихся. Они сейчас прячутся по углам, потому что они не говорят, кто же это дело придумал, эту самую концепцию. Хвалился вроде Бурландский, там еще были такие люди, которые выступали как бы с этой позиции. Ну, она это явно противостоит самому пониманию социализма как неразвитого, неполного коммунизма. И не случайно народ по этому поводу шутил, что развитой социализм – это такая высокая стадия социализма, когда еще без денег ничего не дают, но и за деньги уже купить ничего нельзя. Или как писать развитой социализм? Надо писать отдельно все слова. Разве то социализм. Мы вступили в этап – разве то социализма. Вот, ну, это шутки, а на самом деле это враждебное вообще марксизму учение, которое ничего общего не имеет с диалектикой, которая противоположна вообще марксизму. И она расцвела именно вот период, когда Брежнев навешивал у себя знаки Героев Советского Союза. А я в это время участвовал в одном хозяйственном договоре по разработке на Тихвинских производствах объединения Кировский завод долгосрочного коллективного договора. И видел, как там стоял такой стенд, металлический стенд с барельефом Брежнева, и на него приваривали очередную звезду Героя. И вдруг кончилось уже поле для этих звезд, и тогда приварили еще кусок. Расширили это поле и приварили еще одну звезду. И это прямо соответствует тому анекдоту, кто-то ходил, что Брежнев находится в центральной клинической больнице. А что с ним такое? Да вот расширяют грудь под ордена дополнительные. То есть вот вся эта плеяда, это все предатели, начиная с Хрущева, Хрущев, Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев. Ну, как говорится, очевидный для всех предателей враг коммунизма. Ельцин, который отличился тем, что он в Конгрессе американском заявил публично, и эта запись имеется в интернете, что мы уничтожили коммунистического идола. А он же все время прикрывал свою позицию тем, что он же был вскормлен партийным, можно сказать, молоком, он был освобожденным партийным работником. Он был первым секретарем Свердловского обкома партии, потом первым секретарем Московского горкома партии, кандидатом в члены Политбюро. То есть он самый настоящий предатель и изменник. Вот это вот названные мной люди изменники. И изменники социализму, предатели социализма и коммунизма, они более страшные люди, и их преступление гораздо более страшное, чем просто деятельность буржуазных деятелей. Ну, буржуазные деятели, они защищают интересы буржуазии. Что тут такого удивительного? Во всем мире представители буржуазии защищают интересы буржуазии. И это, как говорится, не вызывает никакого, так сказать, удивления, по крайней мере. А вот когда люди, которых народ наделил соответствующими постами, и которые являлись представителями рабочего класса, можно сказать, вождями рабочего класса, которые ему извинили, нет им прощения, они предатели, враги, и заслуживают самой высокой кары и осуждения не только при жизни, но и после смерти. Поэтому, вот, например, когда умер Ельцин, я страдал. Почему? Потому что его надо было расстрелять или повесить, а он умер своей смертью. И я думаю, что если и сейчас есть Ельцин-центр, то это хорошо, надо постепенно, вот, этот Ельцин-центр превратить в такую историческую помойку, в которой бы собирались все свидетельства, предательства, измены, которые шло, начиная от Хрущева, и через всех этих генеральных секретарей, до Ельцина, который уже в открытую пошел против коммунизма, а эти подводили дело к тому, что сделал Ельцин. То есть они продолжали разрушать социалистическую экономику, разрушать социалистическую идеологию. Хотя, вот, например, Горбачев даже играл в то, что он чуть ли не новое какое-то слово в теории сказал, у него книжка такая была, новое мышление для нашей страны и для всего мира. А какие у нас есть виды мышления? Есть мышление метафизическое, формально-логическое, и есть мышление диалектическое. А вот Горбачев, который ничего не понимает в философии, вдруг разработал новое мышление. Вы верите в это? Никто в это не верит, потому что Горбачев ничего сам не написал. Вот есть книга Болдина, его руководитель аппарата, который как раз сидел и писал, и готовил, и руководил теми, кто готовили все произведения, которые вышли из-под пера Горбачева, или под названием Горбачев. Горбачев ни одной статьи сам не написал. В этом и есть свидетельство этого самого Болдина. Возьмите, почитайте. Поэтому это гнусная цепь предателей, изменников в делу социализма, которая еще раз показывает, что при социализме есть противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще не преодоленным делением общества на классы. И это противоречие, которое порождает тенденцию и к бесклассовому обществу, и наоборот назад к классовому обществу капиталистическому. Это противоречие разрешается только благодаря системе государственного, планового, централизованного управления. Государство должно обеспечивать приоритет общественных интересов и принуждать, убеждать и принуждать к исполнению плановых заданий в общих интересах, а не потворствовать приоритету каких-то частных и особых интересов. И наконец, сама эта государственная система не находится вне поля противоречий идеалектических. Сама эта государственная система содержит все противоречия между ее социалистическим характером и элементами карьеризма, бюрократизма, ведомственности и местничества. Вот этот весь карьеризм, бюрократизм, ведомственность и местничество сводится опять все к тому же самому, к выдвижению во главу угла своих каких-то особых интересов И ликвидация приоритета интересов всех трудящихся, ликвидация приоритета, которая выражена в интересах рабочего класса, как самого передовой войны, более заинтересованного в движении общества к полному коммунизму. Когда Ленин сидел в разливе и писал свою книгу летом 1917 года «Государство и революция», он думал не столько о взятии власти, сколько о том, как эту власть удержать. И говорил, что главной гарантией от перерождения государства, от того, чтобы оно не заразилось карьеризмом, бюрократизмом, менеджерностью и местничеством, является не просто осуществление некоторых мер, которые он назвал. Это зарплата чиновников, а точнее жалование чиновников, то, что народ им пожалует, не выше зарплаты хорошего рабочего. Это никаких денег на представительство, на всякого рода обеды и приемы за государственный счет, на которых разлагаются эти самые участники этих обедов и приемов. И это обязательно всеобщее участие в управлении. Надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, в кавычках, то есть участвовал в управлении, и поэтому никто не мог бы стать бюрократом, уже без кавычек. Вот это всеобщее участие в управлении было записано в программе партии, которую отменили на 22 съезде. В программе партии было написано в дальнейшем, при общем росте производительности труда, «Сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством для каждого трудящегося уделить 2 часа без особого награждения обучению на практике военному и профессиональному искусству и технике государственного управления». То есть каждый должен был 2 часа в день заниматься управлением государством, чтобы управление государством не было некой привилегии какого-то очень узкого круга людей, которые возомнят себя силой, стоящей над обществом, и смогут совершить государственный переворот. Вот это не было сделано, увы, последнее. Вот то, что нужно для разрешения противоречия социализма. Если это не сделано, то и другие противоречия не разрешаются. Это вся система противоречий социализм правильно разрешается. То есть разрешается по линии движения вперед, по линии прогресса, а не по линии регресса и реакции, только благодаря тому, что осуществляется всеобщее участие трудящихся в государственном управлении. Самой хорошей и простой формой которого была форма организации трудящихся в Советы, а в Советы, как записано было в программе партии, что Советы предполагают избрание депутатов не через территориальные выборы, а от производственных единиц. И это избрание депутатов от производственных единиц позволяло не просто слушать, что обещают те люди, которые являются кандидатами, потому что все кандидаты, как правило, рассказывают, как будет здорово и хорошо, если их избрать. И хорошие, и плохие. А вот избрание, а, соответственно, отзыв депутатов через те производственные коллективы, которые их избрали, позволяет систематически очищать государственный аппарат от тех, кто заражен калеризмом, бюрократизмом, ведомственным, стивым местничеством, и выдвигать туда постоянно все новые и новые силы. Для этого надо, чтобы на предприятиях выбирались депутаты городских советов и областных, а депутаты городских и областных советов направляли бы своих членов, то есть депутатов городских и областных советов, на съезд советов, как и было при Ленине, и, соответственно, можно было отозвать решением конференции любого того предприятия, которое их направило, не только их, этих депутатов из городского и областного совета, но и со съезда советов, а если вдруг он попал уже в Центральный исполнительный комитет, съезда советов, то и из Центрального исполнительного комитета. Поэтому вот построенная Лениным система осуществления диктатуры пролетариата, а Ленин говорил, что советы, есть организационная форма диктатура пролетариата, содержала в себе вот эти гарантии, к сожалению, эти гарантии не сохранились при развитии, потому что не все понимали, и я, если быть честным и правдивым, скажу, что я это понял только тогда, это роль таких выборов и Минзакова избрания советов, когда прочитал полное собрание сочинений Ленина. Более того, когда я и прочитал, и когда вот я был на международной конференции в Москве большой и слышал доклад Алексея Алексеевича Сергеева, который доктор экономических наук, который заведовал сектором методологии Института экономики Академии Нокоса, то я услышал его доклад о роли совета, я был поражен, как я до этого не додумался раньше. То есть есть такие вещи, до которых, к сожалению, не всякий раз и не всегда вовремя додумывается. А это вот обеспечивает некоторое поле для развития регрессивных тенденций и для ослабления тенденций позитивных. А в целом надо запомнить, как говорится, и всем зарубить себя на носу, что развитие вперед или вообще развитие, поскольку оно и есть движение вперед от низшего к высшему, к простому, к сложному, это вот движение вперед может быть только в результате борьбы противоположных тенденций, тенденций прогресса и людей, которые их представляют, или тех поступков, которые выражают тенденцию прогресса, и тех поступков, которые выражают тенденцию регресса. И только в этой борьбе, постоянной борьбе за прогресс против регресса, и совершается социальное, то есть общественное развитие. На этом я лекцию эту заканчиваю. Спасибо за внимание.